Ну, итак, я в прямом эфире, вроде бы как. Сейчас немного подожду участников. Если кто-то уже присутствует, ставьте, пожалуйста, плюсики, что вы меня хорошо слышите. Здравствуйте! Коллеги, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, у кого что. Я буду начинать тогда. Кто-то посмотрит в прямом эфире эту запись, кто-то будет смотреть уже в записи. И начну я с самой презентации. Меня зовут Анжелика Викторовна Васильева. Меня зовут Анжелика Васильева. Я системно-семейный психолог, когнитивно-поведенческий психолог. И я эти две модальности совмещаю. И, конечно, сегодня я буду рассказывать, ссылаться, рассказывать вам про программу «Когнитивно-поведенческая терапия ПАР», которая у нас будет запускаться. Второй поток уже через две недели, через выходные мы стартуем, которая, в общем-то, у нас прошла, проходила прошлой весной. Немножко зиму и лето мы затронули. Вот, там было около где-то 40 участников. И в этот раз жду, в общем, примерно такое же количество. В общем, присоединяйтесь. Сегодня я подготовила небольшой доклад, посвящённый психотерапии измен. И если у вас будут вопросы, вы, конечно, их пишите. Пишите в комментарии. Я, на самом деле, буду просматривать ваши комментарии, ваши вопросы чуть позже. Да, висит у меня здесь, надо его, кстати, прикрыть немножко. Да, это непотребный, непотребствует эротический мужчина. Ну, в общем, пусть висит тогда. Сложно мне его скрыть или несложно? В общем, пишите свои вопросы, коллеги. Я буду просматривать чуть позже ваши комментарии. Сначала, как обычно, я расскажу то, что планировала. Потом оставлю немного времени для вопросов. Планирую я в 50 минут уложиться вместе с вопросами. Так вот, психотерапия и измены в супружеской паре. С чего начнём? Я вам расскажу, что, в принципе, такое измена, как мы её понимаем, как я её понимаю. Когда я работаю с парами, дальше мы поговорим про последствия, поговорим про задачи, через которые нам нужно будет провести пару, которая пришла с темы измены, задачи терапевта, ну и немного про ошибки и трудности, которые у нас могут возникать в связи с этой темой. Значит, измена. Ну, я тогда начну. Измена. Что же это такое? На самом деле, по поводу этого возникает очень много игр, психологических игр. Что же такое измена? Признать достаточно сложно. Много самообмана по поводу этого присутствует у людей. С одной стороны, у пострадавшей стороны обычно ей сложно признать, потому что есть желание избежать неприятных чувств, боли, ну и последствия, которые я чуть позже буду озвучивать. То есть там много разных переживаний. И, опять же, жертва измены, пострадавшая сторона может очень долго не замечать измену, отрицать её, потому что у неё нет ресурса. Ну, например, человек может зависим быть от своего партнёра, там жена финансово зависима от супруга. И, соответственно, она очень долгое время может не видеть, отрицать существование измен, потому что, если она это увидит, то ей придётся принимать какие-то решения. Помимо того, что она будет испытывать массу неприятных чувств, ей нужно будет принимать какие-то решения в соответствии со своими ценностями. В то же время виновник измены тоже старается обычно избежать. Отрицает измену, говорит о том, что это не так, потому что, опять же, здесь тоже связано с неприятными чувствами, вина. Собственно говоря, вину очень многие избегают, её испытывать достаточно тяжело, особенно если это реальная вина. Опять же, почему? Потому что нужно будет принимать какие-то решения, нужно будет возмещать ущерб. А неизвестно, как может поступить человек, пострадавший, возмещение какого ущерба он может потребовать. Поэтому как бы безопаснее эту вину не признавать. У нас у всех есть какой-то опыт взаимодействия с виной. Если, например, родители очень жёстко наказывали за какие-то проступки, то признавать вину достаточно будет сложно такому человеку. Мне вспоминается из сериала «Друзья». Многие моего поколения выросли на этом сериале, 40-летние, и знаменитая пара Рос и Рэйчел, и у них на протяжении всех сезонов до конца сериала была как раз-таки дилемма. Измена это была или не измена, то, что у них произошло. Для Рэйчела это была измена, для Рос это был перерыв. И он периодически об этом напоминал, и у них возникали споры по этому поводу. И также у пары. То есть они не переходят к лечению, они очень долго могут застревать именно в таком состоянии, измена это или не измена. И в этом смысле наша роль терапевта выполняет в данном случае роль как будто такого судьи, и мы называем вещи своими именами. Как вообще пишут о том, что такое измена, что такое супружеская неверность или альдультер по-другому. Вот в Википеде написано, например, измена рассматривается как вступление лица, состоящего в браке, в половую связь с лицами и с других брачных пар или с одинокими мужчинами и женщинами. И она может носить эпизодический или систематический характер. Ну, на самом деле, обо всём и ни о чём. Вообще, если говорить про отношения к изменам, то в разных культурах оно достаточно разное. И если смотреть на историческую историю, то можно заметить, что постепенно человечество переходило от беспорядочных половых связей к более таким моногамным отношениям. Хотя за мужчинами оставалось такое право быть полигамным. И до сих пор где-то это звучит, что, мол, я мужчина, я полигамин, я имею право будто бы тогда… Точнее, я не могу устоять перед тем, чтобы не изменять. И вот, например, 50-летний сегодняшний мужчина, да, это поколение, оно достаточно часто изменяет, потому что там в том числе было принято такие установки, но в определённых кругах, я думаю, что не все, не будем здесь сверху обобщать, но в определённых кругах было принято иметь и жену, и любовницу, да. И переходящие пары 50-летние, они достаточно часто приходят именно с изменами. Причём изменами на протяжении очень долгого времени. не просто какая-то одна систематическая, но приходят уже когда, так как кризис личностный, 50 лет всё-таки определённый переход, именно пауза в том числе у женщин личностной, это может быть связано с каким-то нормативным кризисом в супружеской жизни, например, дети из гнезда выпархивают, и, соответственно, всё, теперь появился ресурс, есть возможность об этом говорить и уже с этим не соглашаться, да, жене, например, если муж изменяет. Ну, сейчас есть такое представление всё-таки, да, по большей части можно сказать, что отсутствует дискриминация в этом отношении, что, по идее, и к мужчинам, и к женщинам есть требование, да, сохранять верность. Ну, некоторые мужчины всё равно продолжают говорить о том, что мы, мол, полигамны, хотя говорят, что мы все люди полигамны, мы просто выбираем, у нас ценности могут быть такими, да, и что мы выбираем быть моногамными. Ну, про влияние измен на супружеские отношения немножко сказала, это в значительной мере определяется тем, на какой стадии развития брака находится пара, то есть если это совпадает с каким-то нормативным кризисом, то измена отягощает прохождение этого кризиса, естественно, да, то есть усугубляет её протекание. Ну и, как я уже тоже сказала, да, измены могут быть систематическими, там, очень длительными, да, связанными только с сексуальностью, с сексуальной жизнью, да, или иметь вот эмоциональную привязанность, да, человек может на протяжении долгих лет иметь эмоциональную привязку к другому, вот. Ну, как правило, измена является признаком дисгармонии в супружеских отношениях, то есть обычно мы говорим о том, что есть какая-то неудовлетворённость накопившаяся, и вот пара, точнее, один из пара, да, предпочитает решать таким образом свои трудности. Есть, конечно, мнение о том, что даже в таких благополучных, счастливых, мол, семьях может присутствовать неверность, но я отношусь к этому, честно говоря, скептически. То есть если начинаешь действительно исследовать эту пару, то много что обнаруживается, чего было неудовлетворено. Извиняюсь. Если говорить про разные интервью, ну, типа исследования, да, что говорят люди, в принципе, что считаются изменой, что не считаются изменой, то на самом деле даже эмоциональная связь без сексуальной близости, она истощает пару. То есть можно иметь близкие, дружеские отношения с кем-то другим, и при этом всё время исключать своего партнёра, то есть не делиться с ним какими-то секретами, он будет чувствовать себя третьим лишним, и это тоже очень сильно влияет на отношения. То есть, ну, в общем, по многочисленным данным, изменой можно считать не сексуальную связь, да, а просто эмоциональную близость. Ну, опять же, если возвращаться к вот этим играм, самообману, то некоторые действительно говорят, что, мол, если нет сексуальных отношений, то это не считается, да, или наоборот. Если есть сексуальные отношения, да, ничего страшного, все мужчины изменяют, например, говорит женщина, да, главное, чтобы не было эмоциональной близости. Но опять же, по мнению, по опросам, то есть даже одна сексуальная связь, она всё равно может иметь какую-то, ну, значимость, да. И вот если говорить про проституток, женщин, которые этим занимаются, они искренне, некоторые говорят, что они вот выполняют роль таких психологов, да, к которым приходят мужчины и делятся какими-то важными секретами. То есть даже, в общем, можно и эти отношения… То есть многие списывают их со счетов, хотя это не так. Сейчас в эпоху технологий развитые вот эти все веб-измены, и многое что поменялось в этом отношении, и некоторые всё равно находятся в таком подвешенном состоянии. Да, у меня была клиентка, которая обнаружила связь, длительную связь у партнёра по веб-камере, да, и она обнаружила это, причём так, что женщина начала, я просто её нашла и начала это написать. И она сомневалась, измена это или не измена. То есть и здесь можно себя проверить тем, что, ну, в общем, планировали ли вы именно такие отношения. Вот. А как правило, всё-таки говорят нет. И здесь как раз-таки самое время ввести понятие границ. Границ пар. То есть если говорить про семью, то у нас существует понятие границ внешних и внутренних. И про это, естественно, на программе я рассказываю. И здесь мы остановимся с вами на границах внешних. То есть что такое границы? Это правила, которые в идеале должны быть согласованы, да, и в которых мы, в общем, которых мы придерживаемся, да. Да, и внешние границы, это правило, они отражают то, как мы взаимодействуем с миром, да, с другими людьми. На каких условиях мы общаемся, на каких не общаемся, с кем дружим, с кем не дружим. И это должно в паре быть всё согласовано. Если это не согласовано, это значит, есть проблемы вот в границах пары, и эти границы нужно устанавливать. Как правило, пара, конечно, эти границы изначально не согласовывает. И, как это говорится, когда уже в одно место петух не клюнет, да, то есть тогда мы садимся и начинаем это всё разбирать. И на программе я как раз-таки это уже показываю, рассказываю, и ученики тренируются это делать, да, как помочь паре вот эти границы, пары создать, согласовать. Вот. Ну, если немножко подвозить итог о том, что такое измена, на самом деле критерий у каждого своей. Один может сказать, что для меня измена то-то-то-то-то, другой, там, измена только, например, сексуальные отношения, всё остальное можно. Это не значит, что кто-то из них прав. Это значит, что нужно это всё, ну, как-то согласовать. Не спорить, не уходить в борьбу за власть, да, вот мои ценности, мои представления самые правильные, да, а на основе вот этих данных и этих данных что-то совместно организовать. То есть организовать как раз-таки вот эти границы пары. Если говорить про последствия измены, то, безусловно, первое, что рушится, это, ну, вообще в момент рушится очень много чего. И первое — это доверие, и оно достаточно трудно восстанавливается. И восстанавливается оно, более-менее можно восстановить, только если задействован виновник торжества. Вот. То есть если он активное участие принимает, тогда более-менее ещё можно как-то восстановить. Если всё, вся ответственность за восстановление вот этих всех последствий ложится только на пострадавшую сторону, то я обычно говорю о том, что, ну, к сожалению, прогноз здесь не очень хороший, да, скорее всего, будет развод. Ну, я просто рассказываю, да, о том, и, конечно, когда мы учимся работать с изменой, нам нужно рассказывать клиентам, через что им нужно пройти для того, чтобы восстановить пару. Значит, первое, что рушится, это доверие. Если пара после измены остаётся вместе, то, скорее всего, держала недоверие, а что-то другое. Надо выяснять, что. Ну, это драма для всех участников в любом случае. И работа, если, конечно, человек, который изменяет, это не является его патологией личности, ему всё равно, он не испытывает никаких сожалений, то тогда для него это не драма, да. Ну, вот что-то интересное снова произошло в моей жизни. Вот. Но в большинстве случаев, конечно, это не патология личности, и виновник тоже испытывает чувство вины и много разных переживаний, и в том числе чувство несвраведливости, может быть, потому что вот мы довели, она тоже виновата, или он виноват, то, что это произошло. Хочется, конечно, эту ответственность за конкретное решение за это подскинуть, потому что много чего действительно накопилось. Значит, работа с изменой – это в том числе работа и с утратой, это потеря отношений тех, которые уже не будет. То есть это действительно такая драма, травма любовная, можно так назвать, да, после которой могут отношения восстановиться уже на каких-то новых условиях, это какие-то будут новые отношения. Но вот старые нужно будет оплакать, да. Значит, в момент для пострадавшей стороны рушится представление о себе, о собственной идентичности, о уникальности, да, самооценка вообще в ноль прям разрушивается, и теряется контроль. Контроль над собой в том числе, потому что множество разных симптомов возникают, да, сходные с ПТСР, и хочется проверять постоянно партнёра, да, и как же вот я никогда не там не нарушала, и в границе не лезла в телефон, теперь мне хочется лезть. И мы на самом деле это как раз таки валидируем и говорим о том, что это неизбежно, это нормально лезть там после таких событий в телефон и проверять. Ну, доверие себе, естественно, тоже рушится. То есть это такое представление о себе в том числе. Рушится представление о мире, о партнёре. То есть я думала, что я его знал или знала его, вот она оказалась такой вот стервой, да, там, неверной. Мне казалось, что мы вообще счастливы, а она пошла там, нашла себе другого, да. Представление о будущем тоже в момент рушится. То есть до этого мы вроде как были какие-то планы, да, с этим человеком, и тут они в момент, ты находишься на руинах, да, и не знаешь, что ты будешь делать дальше. Особенно если много какого функционала, да, подвешено на виновники. То есть если партнёр изменяющий обеспечивает, например, семью, да, то зависимая сторона, то есть она меньше возможности управлять ситуацией, потому что ресурсов не очень много в такой ситуации. Полностью контроль утрачивается над ситуацией у того, кому изменили. То есть здесь нужно понимать, что контроль всегда в этом смысле у изменяющего. У него более такое, ну, преимущество на его положении, то есть он управляет ситуацией, он может решить, оставимся мы вместе, не останемся. Ну, понятно, что пострадавшая сторона тоже может это решать. Это, пожалуй, единственное, что может решать, что не остаться, например, с партнёром или оставаться. Но если, опять же, виновник не работает над восстановлением доверия, то, конечно, оставаться будет сложно. Ну, в общем, виновник управляет ситуацией, он может решить, что он там перестанет изменять, и он может пообещать и на самом деле продолжить, да. И в этом смысле вообще невозможно, ну, действительно точно сказать, то есть ты остаёшься навсегда, если ты пострадавшая сторона в таком подвешенном состоянии. Возможно, он снова изменит, а может быть, никогда не изменит, это неизвестно, теперь правда. Вот. Ну, и для того, чтобы хоть какой-то контроль вернуть, жертвы измены обычно начинают искать причины, почему же мне изменили. И здесь очень важно терапевту, конечно, не подрываться и не пытаться эти причины вместе искать, потому что причины могут быть в самом человеке. Понятно, что в паре может быть кризис, и там были сложные какие-то взаимоотношения, и трудности там что-то накопилось, но виновник измены, он добавил ещё к существующим проблемам ещё одну. Он пошёл и усугубил ситуацию. И теперь прежде чем решать вот эти трудности, которые были, из-за которых как бы он пошёл изменять или она, нужно будет сначала восстановиться вот после измен, а потом уже вот к этому возвращаться. Ну, сейчас про это как раз-то я буду рассказывать, да, какие там этапы у нас. Ну, повторюсь, что у жертвы измены возникают симптомы, схожие с ПТСР, мы об этом тоже рассказываем, парень, да, там нарушает сон, может возникнуть депрессия, эмоциональное какое-то выгорание, да, руминация, тревога, нежелание жить в том числе, да, тоже может возникнуть. Ну, и тоже нужно понимать, что после того, как измена обнаружена, то процесс обычно протекает в три этапа, да. Это первый этап, так называемый, этап битой посуды. И, может быть, смотрели, ну, вообще я рекомендую очень этот сериал интересный, «Бумажный дом». И там в одном из сезонов персонаж такой из Берлин. И вот он несколько минут показывает, когда он узнал об измене партнёрши, как он бьёт красиво, это замедленная съёмка в красивом ресторане роскошном, как он разбивает всё в дребезги. И вот на этом этапе мы можем даже нормализовывать такое поведение наших клиентов, ну, чтобы как-то хоть справиться, да, вот с этими разрушениями, начинать разрушать всё вокруг, да, экстремализировать это. Это как те, которые селф-хармом занимаются, да, то есть для того, чтобы меньше было больно, начинают себя резать, да, здесь примерно та же ситуация. Значит, второй этап – это мораторий на близкие отношения, ну, и третий – это попытки вернуть доверие. Ну, и, собственно говоря, попытки вернуть доверие входят в первую фазу, в первый этап исцеления. Три этапа исцеления у нас есть по Готману. Это признанные такие этапы. Надо напомнить вам, кто такой Джон Готман. этот прекрасный профессор, специалист, да, в области психологии, который создал так называемую лабораторию любви, несмотря на то, что она звучит так по-попсовому. Это очень серьёзное такое мероприятие 40 лет. Значит, в этой лаборатории любви уже более 40 лет, да, учёные занимаются исследованием пар, и они с точностью до 90% могут предсказать развод. То есть есть разные, да, признаки, которые там на входе, если партнёры с определенными условиями входят в отношения, то есть вероятность, что у них там будет дальше развод. Например, так. Ну, подробнее я, конечно, про это рассказываю на программе, когда мы говорим про мотивацию вступления в отношения. Значит, какие это этапы? Ну, насколько я вижу, все на эти этапы по Джону Готману ссылаются. Вообще, на многие его исследования, да, ссылаются. Многие специалисты, и Мехмед Сунгур, по-моему, тоже, да, про это пишет в своей книжке про треугольники. Значит, первый этап — это примирение. Что нужно сделать на этом этапе? Безусловно, нужно признать ответственность за случившееся, в смысле, виновнику, что он полностью, стопроцентно виноват именно в том, что он изменил. Ну, потому что это правда. Это его такой вот способ был пойти и справиться с чем-то, да. Либо там это его способ справиться, не знаю, с сомнением в собственной сексуальности, привлекательности там женской или мужской, либо это такой способ справиться, не знаю, там с возникшими проблемами в отношениях. Это такая месть может быть, то есть разные причины. На самом деле, изменяющий часто сам до конца не понимает, почему он изменил. То есть там очень много факторов может быть. Ну, изменил на самом деле, потому что захотел или захотела, да, вот именно так поступить. И если пара принимает решение оставаться вместе, то первое, что нужно, конечно, это признавать вот эту вину. А это достаточно непросто сделать, да, виновнику и выражать раскаяние. Это достаточно долгий, может быть, период. Была пара, которой я говорила, что это год, да, я часто говорю, что примерно год, да, вы будете работать над восстановлением, контейнированием. Это не значит, что вы не перейдёте к следующему этапу, там, настройка отношений, формирование новых каких-то отношений. Но вот эта штука по восстановлению доверия, раскаяния, она периодически будет требоваться, и вам нужно будет быть готовым к этому. То есть нужно принять все чувства жертвы, измены, то есть выслушать, понять, прочувствовать боль, и пострадавшие очень часто требуют именно какого-то ощущения вот этой боли, чтобы тот, кто изменил, тоже испытал эту же боль. Если он сидит, это не демонстрирует, то они начинают по-разному его в эту боль окунать, прямо мстить, оскорблять, унижать. То есть вот так они могут делать, доставлять боль. И моя задача как терпевт, и ваша тоже, да, если вы работаете с этой темой или планируете рассказать о том, что, ну, либо вы признаёте эти чувства, да, испытываете боль таким образом, ну, раскаиваясь, да, разделяя это с пострадавшей, либо вам будут боль причинять другими способами. Значит, демонстрация нежности, конечно, очень важна. Вообще очень такая зрелая позиция, прям, ну, какое-то такое вынашивание, контейнирование, как ребёнка такого разъярённого, да, нужно утешать. И я часто даю таким парам, мужчинам или женщинам, смотрю, кто изменил, ну, чаще мужчины, ну, в моей практике, да, даю видео, как отец контейнирует ребёнка. Я там, ну, на программе делюсь этим видео, прямо, чтобы было наглядно, как это вообще выдерживать, да, вот эти вот чувства, вот эту ярость партнёра, которому изменили. В том числе ответы на все вопросы, в том числе сексуального характера, но здесь тоже существуют некие исключения, да, про это в программе более подробно рассказываю. Вот. Понять причины возвращения тоже жертвы очень важны, и она часто именно спрашивает, почему ты вернулась, там, почему вернулась, почему ко мне, а не к ней или не к нему. Важно ещё на этом этапе назначить высокую цену за измену в будущем. Кто-то прям договаривается, у меня пары договаривались про деньги, перечисляешь мне такую-то сумму, да, если вдруг это произойдёт. Ну, в общем, я ухожу с этой суммой. Вот. И, конечно, здесь очень важно работать над доверием, чтобы именно партнёр, который изменил, восстанавливал доверие, чтобы на неврозе вот этот пострадавший не ходил, не контролировал. А здесь очень много нужно будет сделать вот на уровне поведения партнёра, который изменил прям вот разные способы, да, то есть предоставить телефон, например, да, открытый доступ, потом что. Рассказывать, где, с кем встречался, чтобы пострадавшая сторона не расспрашивала сама, то есть предвосхищать эти вещи, всё докладывать, всё рассказывать, быть максимально открытым. Вот. Вот таким образом. Очень часто, когда рассказываешь об этом паре на первой сессии, что вам предстоит, да, не хотят, они, конечно, открывать, и для меня это часто признак того, что они и не хотят, в общем-то, прекращать эти треугольные отношения. Вот. Поэтому если пара соглашается на дальнейшую работу, а мы, да, на первой сессии же говорим, ну, сейчас я про это, на самом деле, я к этому приду, то есть что мы говорим. Оставайтесь с нами. Значит, следующий этап – это настройка. Это как раз-таки строительство новых отношений. Здесь выясняется, какие потребности были неудовлетворены у каждого, да, и выясняется по разным сферам, да, мы проводим ревизию, где что не так было, может быть, действительно, там, ценности, потребности пострадавшей страны были в приоритете, а тот, кто изменил, он был такой ужатый, подчинялся, подстраивался. Вот. И нужно восстановить тоже этот баланс. Ну, и здесь, конечно, мы говорим о том, что пострадавшему нужно сотрудничать, да, выработки нового вот этого решения, нового подхода к отношениям. Ну, когда он насмотрелся на то, что партнер его валидирует, принимает, там, восстанавливает его доверие активно, то, конечно, ну, сотрудничать уже на этом этапе, становится, ну, более-менее, ну, понятно. Они очень часто и не отрицают своего вклада, типа, да, возможно, что-то я сделала не то, это же как раз-таки пара поиск причин. Раньше времени к этому лучше не идти, да и часто, на самом деле, если туда идти, что является ошибкой, много ложных вещей. То есть здесь нужно слушать партнера. И именно партнёра, который прошёл уже через этап примирения, а не тот, который уходит говорить, да, это ты во всём виновата, ты была стервой, поэтому я тебя изменил, да, или наоборот, ты меня контролировала всегда. И единственное, что мне осталось, это отстоять себя и найти себе другого мужчину. Вот, конечно, такие варианты причин мы не принимаем. То есть это мы выслушиваем эти причины уже на этапе настройки. Ну и третье – это налаживание сексуальной жизни, да, там и в том числе секс-терапия, которую на программе посвящено, целый четвёртый семинар посвящён. Вот там подробно, естественно, как проводится секс-терапия, я рассказываю, да, и ученики тренируются это делать. Значит, ещё раз, какие задачи пары? Это принять решение о будущем пары, вместе мы или не вместе. Нужно понимать, что не каждый брак нужно спасать. То есть если вход был, ну, такой, на дефицитах, мотивация в смысле вступления в отношения, да, что есть вероятность, что партнёры такие расстанутся, то есть если их ничего не держит вместе, да. Иногда измена – это как способ действительно разойтись, такой способ. изменить эмоциональный климат, то есть работать с раной, да, то, про что я уже говорила. Изменить поведение, связанное с изменой, прояснить как раз-таки этот характер измены, ну, то есть причины понять, которые привели к треугольнику. И есть ещё такой важный момент, задача – дезактивировать возникающие внутрисемейные треугольники. Очень часто мы идём в треугольные отношения, если у нас, в принципе, мы привыкли к триангуляции. Про триангуляции тоже подробно рассказываю уже на третьем семинаре, когда мы обсуждаем измены, ревность, мы говорим, безусловно, про треугольники, да. И вот если в семье существуют треугольники, не знаю, там, муж с мамой, муж-жена-мама, да, то есть вероятность, что вот этот треугольник, он как раз-таки переберётся, ну, вот в отношения с кем-то, там, с любовницей, например, да. То есть является таким, повторюсь, да, отражением уже существующих треугольников внутри семьи, с которыми нужно разбираться. А ко мне как-то приходила пара, где брат был триангулирован, то есть он боролся за брата, соперничала с женой, жена соперничала за своего мужа с братом. В общем, очень серьёзная такая история, которая, безусловно, тоже может разрушить пару. Ну, и есть вероятность, что этот треугольник потом пойдёт, в общем, будет развиваться и появятся ещё какие-то люди извне. Задачи терапевта. Какие? При обнаружении измены. Там индивидуальные ли? Ну, я говорю сейчас про пару. Немножко буду ссылаться, если это индивидуальная терапия, что мы там говорим. Немножко буду про этот акцент сейчас ставить. Ну, вообще, приходит нам пара, говорит, мы много что проясняем, они могут прийти и не сказать нам, что у них измена в анамнезе. Мы всё это расспрашиваем, какие были трагедии в ваших отношениях, драмы. И вот они говорят, измена была. И я спрашиваю, насколько вы это пережили, восстановились? Говорит обычно, нет, не восстановились. То есть и для нас это сигнал, что первое, с чем нам нужно работать, это всё-таки с этой тайной, с тайной, да, и с изменой, тайная связь, да, которая когда-то была раскрыта. То есть с изменой. И мы об этом говорим нашей паре, потом уже, опять же, да, идём на налаживание каких-то других сфер. Мы объявляем изменяющему супругу о том, что нужно прекратить все отношения и вообще убрать все треугольники, да. Если вы идёте в терапию, говорим мы, то есть мы убираем треугольники, завершаем отношения, иначе это всё будет бессмысленно, это просто пустая трата времени и денег. Нам нужно, чтобы вдвоём они остались, потому что треугольная гуляция, третий человек, он всегда, но не всегда, он может, и часто так бывает, да, являться таким дисфункциональным стабилизатором для пары, который помогает напряжение снять в паре. А нам нужно, чтобы оно наоборот возникло. Если напряжения достаточного нет, то они, в общем-то, и не будут ничего решать. У них всё нормально, он там решает свои проблемы, да, которые у него есть с женой, там, с любовницей нормального у него, ничего не будет, никаких реструктуризаций, да, семьи не будет, пока не уберём от этого, да, вот этот дисфункциональный стабилизатор, чтобы они остались вдвоём и как раз-таки, да, были вынуждены что-то перестраивать. и когда я говорю о том, что мы убираем третьих лиц, иначе не имеет смысла продолжать, я себя в этом смысле тоже обезопасиваю, что они не будут ходить просто. Если партнёр хочет продолжать вот эти отношения с третьими лицами, то, в общем, они продолжать, скорее всего, не будут. Ну, там, может, второй раз придут, но больше не придут. По каким признакам мы ещё можем понять, что человек не очень активно хочет восстанавливать эти отношения? То есть он вроде как говорит, да-да-да, я вхожу на терапию, но вину брать на себя не хочу, обвиняет партнёра, мол, мазохист, если хочешь про это говорить, давай закончим, я же сказал, или я же сказала, что больше не будет этого всё, не повторится. То есть и ожидания такие, да, что молниеносная пострадавшая сторона должна измениться. И если вдруг, ну, тоже чуть позже, скажу, оставайтесь с нами, да. Значит, что ещё мы говорим? Ну, мы информируем о том, как будет проходить терапия, как будет проходить восстановление, про это я уже немножко сказала, да. Прямо вот учимся подбирать слова, на программе мы это тренируем, тренируемся делать. То есть вот эти этапы мы вкратце описываем, да. Ну, и, конечно, нужно понимать, что придётся валидировать, признавать чувства, в том числе и виновника. То есть ему тяжело, может быть, расставаться вот с любовником, любовницей. И это может быть непростого решения, и это тоже часть терапии. То есть не так, что мы вот только здесь на стороне пострадавшей стороны, да. Всё-таки даже в такой ситуации мы нейтральность пытаемся соблюдать. Что можно сделать в индивидуальной терапии? Ну, во-первых, мы разворачиваем в свою сторону. Если к нам приходит пострадавшая сторона, я обычно рассказываю, если вы хотите сами восстановить ваше отношение собственными руками, и партнёр при этом сидит и ждёт, мол, вы сами как-то справитесь со всеми этими симптомами и недоверием, то вряд ли. Ну, честно говоря, вряд ли. Ну, я обычно говорю категорично. То есть, ну, а что работать на это, да. То есть партнёр, ему наступили, ну, допустим, да, там, ему нанесли рану, да, там, наступили на ногу, там, оставили какую-то рану кровоточащую, да, можно так. И он приходит, хочет сам это залечить без участия партнёра, который, вот, в общем, это всё сделал. Не получится так. Всё равно будет злость, всё равно будет хотеть, чтобы партнёр тот восстанавливал для него доверие. И я говорю обычно так, что если вы хотите оставлять отношения, то введите партнёра сюда. И вот, и тоже, опять же, им очень честно рассказываю, через что им нужно будет пройти, если вы всё-таки хотите восстановить отношения. Там рекомендую книги, сейчас их достаточно, да, есть там книжка «Измены». Она прям для пары, вместе читать, вместе там упражнения делать, да, чтобы они понимали, через что им нужно будет пройти, для того, чтобы восстановить отношения. И Стэль Пирель право-налево, тоже про это, в общем-то. Если приходит тот, кто изменил. Ну, опять же, мы говорим, если вы хотите оставить отношения, нужно прекратить отношения. Если человек не демонстрирует чёткого понимания, с кем я хочу остаться, мы начинаем это исследовать, да. И есть такое понятие сейчас, как этические консультации. Они подразумевают, что мы помогаем клиентам осмыслить свои действия, да, и, в общем, взять ответственность за свои пароступки. И этические консультации уместны как раз-таки в вопросах неверности, измен и развода. То есть мы, наши клиенты, любые другие люди, да, могут импульсивно принимать решения, не задумываясь о будущем, не задумываясь о последствиях. И наша задача, то есть на компенсаторной стратегии, да, активные они вот под их влиянием действуют. И наша задача всё-таки их вернуть к этому, то есть чтобы они увидели перспективу, плюсы-минусы этого, да. То есть мы можем прямо спрашивать, как это повлияет на вашу супругу, на ваши измены, как это повлияет на ваших детей. Можем информировать об этом, да, что там есть сценарий. Дети, если видят, ну, про это, наверное, чуть позже, точнее, как раз-таки на программе, да, сейчас много, я боюсь, что времени нам не хватит. То есть мы рассказываем о том, как это может повлиять на детей. То есть мы спрашиваем, ну, то есть предлагаем взвесить за и против. Вот это мотивационное интервью проводим. И мы не снимаем вину. То есть мы, если он говорит, да, я там чувствую вину, мне очень плохо, да, что я это делаю, то есть мы говорим о том, что когда, например, да, когда вы говорите, что вы чувствуете себя плохо из-за того, что изменяете, не могли бы вы про это больше рассказать, да, какие последствия вас беспокоят, о чём вы беспокоитесь. И в то же время, если человек не испытывает раскаяния, то мы как бы пытаемся его на это, ну, пробудить это раскаяние, да, проверяем. То есть, например, вы можете сказать, что я слышу, как вы рассказываете о том, насколько там вам тяжело было в этом браке, да, и это привело вас там к измене в этих отношениях. И я также хочу понять, это для вас, ну, то, как вы сейчас действуете, это является вашей ценностью, это для вас нормально, то есть вы хотите продолжать эти треугольные отношения или вам всё-таки некомфортно. Вот, то есть мы это выясняем. И если человек говорит, да, мне некомфортно, мне не хотелось бы, я чувствую вину, то мы это подтверждаем. Да, я очень рада, я очень рада, да, что вы думаете о партнёре своём, да, вы думаете о том, как это повлияло на вашего мужа, как это повлияет на мужа, если он узнает о вашем романе. Ну вот. Недавно, кстати, выкладывала, да, про этические консультации у себя на ВКонтакте, прочитайте про это. Ну, про трудности и ошибки немножко скажу. Достаточно трудно работать психологом с этой темой, если у самих есть травма, и она не залеченная, неправильным образом залеченная, да, про правильность я уже рассказывала, как надо. Это может фонить, и вы можете присоединяться к пострадавшему, например, стороне, или наоборот, к виновной стороне, уходя в поиск причин слишком рано, да, без вот этого этапа восстановления. То есть если вообще партнёры принимают решение не оставаться вместе, то мы вообще не разбираем, почему он изменил ей, мы отбрасываем это. То есть на самом деле изменять могут не потому, что она или он какая-то не такая или не такое, потому что, ну вот, захотелось проверить человеку, то он под 40 во время своего индивидуального кризиса, насколько я до сих пор сексуально привлекательна, да. Поэтому может человек это сделать. Другие могут быть причины, тоже у Стальпирель и про это написано. Ну, про то, что, как раз таки про то, что если приходит жертва сама, жертва измены сама восстанавливает свои отношения в одностороннем порядке, то есть мы говорим, что ну нет, так не получится, надо, чтобы всё-таки подключался партнёр. Ну и мы не не конфронтируем в данном случае ревность, проверки, потому что они адекватные ситуации, это нормально, мы рассказываем, что это неизбежно, что вы будете контролировать ситуацию, потому что контроль вы потеряли полностью. То есть мы информируем о том вообще о этих всех симптомах, что это нормально. И как раз таки, опять же, ваш партнёр, который это совершил, должен это для вас всё делать. То есть вместо вас, чтобы вы не контролировали, чтобы он всё это вам или она предоставляли. Ну и ещё такой момент, важно не разделять. То есть я в своё время ошибки эти делала, если пара приходит измены, не брать вообще на индивидуальные сессии их не брать, потому что они могут начать тренглировать вас. Вы можете этого не заметить. Поэтому некоторые институты категорично говорят о том, что работать нужно только в паре. Потому что это достаточно непросто. Вот эту нейтральность сохранять. Нужно хорошо быть проработанным, чтобы это всё видеть, как вас втягивают в треугольник. А значит, если вас втянули в треугуляцию, то вы в какой-то момент станете не помощником, а дисфункциональным стабилизатором для пары. Один будет к вам приходить, что-то там, жаловаться на партнёра, другой будет ходить. Иногда они будут ходить вместе. Как правило, они потом хотят уже хотеть каждый индивидуально к вам. Этого не делать. И если мужчины, вдруг у меня были такие ситуации, изменяющие, мужчины начинают проситься, можно к вам на индивидуально. Нет. Я говорю о том, что индивидуальные сессии будут противоречить парной терапии. Они могут разрушить. Это правда, разрушить парную работу. Поэтому только в паре. Ко мне только в паре. Если вы хотите индивидуально, параллельно, пожалуйста, но к другим уже терапевтам. Вот. Ну, пожалуй, наверное, всё. На сегодня есть некоторое время возможность почитать ваши вопросы. А здесь, видимо, вакханалия, да, в чате. Коллеги, вы перепутали чат. Свингерство — это измена. Ну, это если... Ну, нет. Это такая неоткровенная измена. Это, может быть, то, на что один из партнёров пошёл не по собственной воле, а подчинившись. Как бы вы порекомендовали дальнейшие шаги по терапии пары, где изменяющий формально согласился на отказ от внебрачной сексуальной связи, но втайне продолжил общение. Когда через полгода это выяснилось, стал наставить на том, что любит своего партнёра, сексуальная связь, прерванная эмоциональная близость от третьего лица ему важна. Стоит ли продолжать терапию пары в такой ситуации? Ну, если они... Здесь же не только зависит от вашего решения. Здесь что думает по поводу этого пострадавшая сторона. То есть мы рассказываем о том, ну, грубо говоря, мы начинаем сначала, да? То есть вы всё это время обманывали, то есть ещё больше подрывали доверие, вместо того, чтобы... То есть мы проходили терапию. Здесь уже вводили в заблуждение не только партнёршу, но и меня как терапевта, да? Ну, тут сложнее. Тут человек сам усугубляет ситуацию. И там, по идее, в этот период мы работаем всё-таки над восстановлением доверия. И, наверное, это... Ну, то есть в моей практике просто такого не было. Они обычно не идут. Ну, не было у меня такого, что вот продолжает эту внебрачную связь, но при этом работает над восстановлением доверия. То есть, возможно, что-то... То есть вы не проходили вот этот важный период, да? Восстановление доверия первой исцеляющей. Недостаточно чего-то там дообсудили. Там не была назначена высокая цена за измену в будущем. Вот. Пожалуй, так только отвечу. Третьим лицом может стать мама, у которой я ищу помощь в случае проблем в отношениях. Ну да, мама в этом случае триангулируется. Триангулируется. То есть, как она потом влияет на отношения. Вмешивается ли она? Или она сидит, кивая, говорит, да, я тебе сочувствую, дочка. Мне очень жаль, что с тобой это произошло. И не вмешивается никак, не влияет, не настраивает. Ну, вряд ли, мне кажется. Но это должна быть достаточно осознанная такая мама. Обычно какой-то там идёт дальше какой-то цикл взаимодействия. Как-то мама, наверное, вмешивается, опять же, об этом, может быть, узнаёт партнёр. Он может сказать, что я изменяю, потому что ты тут к маме всё время бегаешь. А вы умеете делать переворот? Ну, точно ошиблись, да, но я не буду отвечать. Жалко, что у нас нет модераторов. Да вот эти вот простые, а почему кашля, не буду читать. Ребята пришли тут. Ну, вообще, да, я немножко простыла. Спасибо, что заметили. Ну, здесь рассуждение я вижу, да, простишь по второму кругу пойдёт. Действительно, это может быть так. То есть я уже об этом сказала, что контроль полностью на том, кто изменяет, он может в какой-то момент начать, в общем, снова изменять. И для себя каждая пострадавшая сторона решает для себя, да, оставаться ей и при этом быть вот в этом подвешенном состоянии, да, либо вот пострадать какое-то время, выйти из этих отношений, да, восстановиться, ну вот, и создать уже другие отношения. Я предпочитаю второй вариант. Ну, коллеги, вопросов я здесь больше не вижу, я здесь больше не вижу. Если триангуляция с ребёнком, как показать это, мы говорим об этом на программе. Жалко, что нет модераторов, прям. Такие тут вопросы не буду зачитывать. Ужасные. Если отношения сохранились, измен больше нет. Через год-два начинают не доверять, бояться. А партнёр помогает восстановить доверие, утешает. То есть тревога повысилась, и подключается партнёр, помогает снижать эту тревогу. Ну, это на пожизненной основе, да. То есть это как, господи, забыла болезнь-то, любую, в смысле хроническую, взять диабет. Какие техники из КПТ и РЭП будут использоваться? На программе всё. Разве целесообразно вмешиваться? Не поняла я. Вопрос про что? Так, ну, коллеги. Бывает так, что партнёр допускает измену другого, как благо. Не слышала такого ни разу. Ну, что? Да, мы проясняем у каждого партнёр, что для него значит измену. Безусловно, когда особенно говорим про границы пары. Ну, спасибо вам за активное участие. Увидимся на программе. Хорошего вам дня. Теперь надо понять, как-то всё сохранить.